Как уверяют местные жители, этот дивный водоем изобиловал рыбы и другими животными. Раньше в речке часто купались люди, сейчас плавают птицы, можно встретить редких обитателей водоемов. Давно проживающим вблизи этой территории местным жителям больше всего нравится этот водопад. Когда погружаешься под водопад, очень большой напор воды, этот массаж стоит денег. Потому что сейчас какая-то корейская аппаратура завозит, открываются медицинские какие-то учреждения. И чтобы они попробовали все это как бы на себе, там биотоками какими-то. А здесь вот, пожалуйста, все природное, все делает вода. Чуть дальше от этого водопада, буквально на метрик на два, там как джакузи. То есть садишься, вот эти вот пузырьки. Очень приятные, очень хорошо. Так этот водопад радовал не одно поколение людей. Однако недавно возле этой реки, название которой по некоторым причинам разнится, развернулась большая стройка многоквартирного жилого дома. На картах Рязани конца 19 века река Трубиш уже носила свое название Трубиш. Она образована при слиянии двух рек – Паловки и Плетенки. Длина реки примерно 10 километров, и она является правым притоком реки Аки. Стройка жилого дома на берегу реки привела к появлению на этом месте трубы, предназначение которой доподлинно неизвестно. Однако уже сейчас люди обеспокоены этой новой постройкой. По словам неравнодушных граждан, представители строительной компании объяснили необходимость этой трубы следующим образом. Все здесь распахали. Будет якобы здесь какая-то площадка для автотранспорта. Проложили трубу, где вся грязь будет стекать в эту реку. Вся разруха и труба, вытекающая в водоем, как раз и оказались возле той речки, в которой хотят продолжать купаться рязанцы. Как они сами говорят, раньше вокруг нее были только поля, при этом их заливала эта река при разливах. То, что сейчас в водоем обступают большие постройки, им не нравится. Для того, чтобы сохранить природные ресурсы, а не увезти эту речку под землю, как, к примеру, Лыбедь, горожане начали собирать голоса за сохранение этой реки. Кроме того, на днях активисты обратились в Министерство природопользования Рязанской области со своей проблемой. Раньше здесь было все красиво, все хорошо. Купались люди. Водятся экзотические даже зверьки, таким как выхухоль. Его буквально где-то полгода назад рыбак один зацепил на крючок, отпустил. А этот зверек, который исконно русский, его сейчас никто не может посчитать. То ли он остался еще в природе, то ли нет. Здесь он, по крайней мере, был и водился. Сейчас здесь водятся раки. Водится такая рыба, как пескарь, которая любит чистую проточную воду. Мнения рязанцев вновь и вновь говорят о том, что им хотелось бы сохранить природные богатства, не в ущерб строительству. Услышат ли горожан на этот раз, покажет время. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова